welcome 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 40 минут спустя почти что ну ладно самом деле 53 закончили 28 минут спустя мы таки добрались до высадки норманцев были на высадке с ктшников на свои места против команды rox tigers папа смейте и его дружок сейчас нам будут представлять участников да чё-то как-то сравнить то что вчера было и то что сегодня сегодня как-то все томно медленно да и турнир сам идет как будто они как специально играют медленной неуклюже команды но по крайней мере первая из сегодняшних игр вчера все быстренько прошло нам тут показывают чемпион получит 100 миллионов корейских рублей второе место получит 60 миллионов корейских рублей и там чуть-чуть какие-то призы были всем все дадут и показывают нам участников 10 участников king zone с ктм к тростерская св африка фрикс дженейровцы рокс тайгерсы mvp bbq оливерсы и кангадю монстр сын напоминаю что king stone это о king stone king stone это память она наверняка у вас в компьютере king zone это бывшая команда лангжу и ксв это бывшая команда самсунг они поменяли себе организацию и теперь такие у них именно игроки те же болея за роксов ненавижу скт корейских вон ничего не знаю корейские рубли не мешай какая-то интересная тут статистика что это такое а это винрейт за 2017 год я понял лучше всех в рейте остался блэнк джанглер команды скт и бенги 72 и один фейкер кстати 70 и 9 любопытно что у кузи ниже винрейт чем а это так это за все я понял почему любопытно это за два это спринг и сам это за весь 2017 нет вообще это с 2012 по 2017 год это исторически вся статистика то что у команды скт три обладателя самого высокого винрейта и игрока находится показывают нам количество киллов кому какое принадлежит у фейкера ребят 1444 топ-1 он у нас по киллам прей номер два 13 18 бэнг 1275 скор 1242 но про скоро я говорил у него зато больше всех игр сыграно и больше всех побед суммарно тот же у него но фейкер по количеству побед на втором месте находится но по количеству игр он проигрывает скору там прилично ура кстати тоже здесь есть этих двух игроков мы сегодня видели и количество убитых крипов за 100000 поддержал на 150 здорово привет ван дердер возможности будешь стримить чего по возможности по возможности стримлю а бэнг у нас сто девять тысяч семьсот десять крипов зала скитил про и чуть меньше фейкер за соточку зашел но отстает на 6000 от первого места но тут понятно что адекере будут в топе а фейкер просто к не качеством и количеством игр взял это место ну и топиру и джанглер здесь сделать вообще нечего они в этот топ попасть тупо не могут это не киллы это кс ребят это убитые крипы скоро статистика блин а я бомблю за 52 процента винрейта своей оказывается мне не хватает всего выигрывать каждый раз одну дополнительную игру из 5 чтобы догнать до 72 процентов да так и есть то есть ты будешь выигрывать не не 5 игр из 10 а будешь выигрывать постоянно 7 игр из 10 вот тебе будет семидесяточка не менее я как раз простоту киллов да ладно тебе вам в конце года разве не приходила ссылка от риотов она на мыло тоже приходила на email ссылка от риотов на твою статистику за весь сезон сколько ты там киллов сделал наверняка много вывел шоу юбая скоте и строника там надпись какая-то была да надо наверное отметить команда скт в этом сезоне наглядно покажу я просто призабыл призабыл что у нас там получается по ней команда скт прикупила я просто имена этих ребят забыл а эфорта саппорта он был в челленджер команде корейский блоссом тоже из челленджер корейской команды и тал тоже из челленджер корейской команды унтара так и остался пока основным кто не знает хуни уже в америке хуни уже вовсю на хунит в америке и мы его с вами увидим уже 20 числа и будем за него болеть снова фэнтези скоре даже я по моему себе один раз его выбрал я вот не помню брал его фэнтези или нет вроде брал хуни так что любом случае будем следить так что есть у них запасной топпер запасной джанглер и запасной саппорт но в кои-то веке это за последние три года первый раз у фейкера нет запасного хотя если задуматься фейкера всего один сезон подменял реально подменял игрок все остальное время запасной был но он не выходил даже одну игру за сезон поэтому видимо решил главный тренер кома команда скт да ну нафиг фейкеру не нужны запасные справиться так что с фейкера ответственность сейчас не то ну и бэнк тоже безответственно еще еще как ну а что касается команды rocks tigers они ничего не поменяли у них там так и остался mighty bear либо сон хуан они вот меняться будут и кузан вот единственное он ушел с меда и заместо него будет основой лава а лава был в команде чаликов корейских линдоранг кстати все еще на топе я только не помню в какой он команде был но вот он показывает саньона адекере сравнивают его с блэнком джанглером это кейпоин это кейплеер и то есть ключевые игроки на сегодняшнюю игру предположительно зачем роботу на меде запасной ну да они чё все братья да не а ну там распространенные фамилии есть поэтому так и получается ой что-то какое-то неравное голосование 92 респондента из 100 проголосовали что команда skt победит и только 8 человеков сказали тоже из 100 что победят раксы по логике конечно же уроксов шансов маловато а раксы напоминаю команда которая в 2016 году была реальным претендентом на чемпионский титул на титул чемпиона мира после этого продали весь свой состав всех пять игроков вот этих вот пацанов видите видите какие у них животы они продали и жрали жрали на эти деньги потом припеваючи прожили целый год ну и сейчас наверное уже должна была организация на кнуте спросить а где я результата продать этого игроков продали а почему мы не воспитали ни одного нового сильного игрока они воспитали потому что так получилось они воспитали одного сильного игрока и тут же его продали кто не знает у них был на миде май этот майк юнг майк юнг это единственная какая-то знаете белая не то что точка белое пятно на темном простыне команды рокс которая тут темная простыня лузов шла вот белое пятно был вот этот майк майк просто микки я его называл микки маусом микки просто и его не тоже продали он уехал в америку в уехал в команду целый год а сейчас он играет в запасных где только не помню в какой команде по моему не в целый год я сказал майк юнг я оговорился микки микки не майк юнг ребят майбет да если я сказал майк юнг я сейчас вспоминаю как я сказал да да мидер микки микки просто микки его микки маусом называл еще я оговорился майк юнг это американский чистый игрок он сам по себе проснулся майк юнг в ликвид говорят подсказывать не уехал но сначала его целый грешники купили но целый грешники просто его купили потому что его продавали роксы возможно они по долгам там пропали но роксы конечно это самое большое падение мне кажется в истории вообще всех команд такого падения ну и в профессиональной лиги легенд я еще не видел чтобы команда была почти топ-1 мира там топ-2 мира топ-1 корее следующий сезон они топ-9 корее еле-еле сохраняет титул в чемпионате а на следующий сезон то есть и и ничего не меняют дальше и вот так вот и остаются сейчас они вот потенциальный топ-8 топ-7 хорошо если в плей-офф попадут плей-офф надо топ-5 занять это же первая игра команды skt первая игра на в этом сплите первое стоит ли ставить на одну карту skt может все-таки пики сказать так мы еще не видим их чё тут говорить я пока ничего не вижу я вижу и за ферс пикнутого для команды skt bank на своей сигнатур очки будет играть кто не знает bank у него даже скин есть его же собственный не не его же собственный вру это скин ему другое делали с он тп был да да это я вру это вас обманываю но так или иначе бенгу можно было делать и за потому что он реально из мейнер у него все зашибись ну а что касается банов давайте пробежимся что у нас кто не любит команда skt стандартный бана сделал даже особо не запариваясь убрали сиджуани которую не играет блэнк убрали райза не потому что фейки на ней не умеет играть и потому что ну чемпион довольно сильный и кто его заберет тот и будет крутиться вертеться и убрали как мава потому что это неприятно и они собирались явно играть через эзе early game pressure такого чемпиона на что касается роксов они пошли по мидлей ну и по топ-лей ну убрали на владимира который туда и туда может попасть убрали зою потому что фейкер на ней очень много на стриме играет и ган планк сегодня много раз мы видели ган планка принципиально тяжелый чемпион особенно если вы собираетесь брать орна там мне подсказывают калиста ему принадлежит бенгу ну да 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 я действительно перепутал я просто вспомнил что был скин уэза это т.п. а было тайпай ассасин с это пеппи пеппи себе или беби пеппи или беби беби у него нет по моему у него есть скин на эзе вульфа нет сейчас но мы помним что на кес по турнире тоже вульф не выходил в основе уж не знаю за свои заявления интервьюшные он попал сюда ну запасные имею ввиду и не попадает теперь в основу либо просто дают больше игровой практики эфорту против эза взяли к листу явно будет команда rocks тайгерсы уходить чисто в лейт-гейм у них уже есть такая направленность скорее всего они сейчас доберут какого-то танка инициатора джанглера и дисэнгейджера саппорта дисэнгейджер трэш может быть жанна жанну забанили но еще карма есть но карма плохо сочетается с к листой так что я предполагаю все еще трэша но трэш неприятен против эза слабо работает они шена решили забанить и скоттешники решили что шен может от кея еще сыграть на бутлейне но это тоже дисэнгейдж это же саппорт ну и танк инициатор лесной очевидный пик уже команда и скотт ну команды rocks непонятно вот что будет скотт делать пока не ясно у них всего понемножку взято у них есть вроде и танк инициатор топпер есть неплохой а контр пик уже к трэшу заранее это там кенч и есть паук ищий с а по сути сейчас вот топ лейнер и мид лейнер будут полностью переработать сетап команды скт это будет либо 311 но будет 311 уже видим маль захара они взяли с гнаром с предпушечем значит нужен чемпион который будет дисэнгейдж без хард инициации но вот они джарвану смещаются но джарвана так даже грагас лучше зайдет если честно правда грагас сейчас без винрейта и наверное из-за этого они не хотят его брать джарвана тогда джарвана так джарвана 311 у команды скт ну и rocks и должны добивать свой 3-2 где они играют в лейтгейме и где я бы сказал что у команды скт 35 минут это кстати первый будет за сегодняшний день 35 минут сетап ну и день и вчера тоже был день за сегодняшний чемпионат кореи то есть уже получается на два дня у нас идут они чемпионат кореи не было еще ни одного матча где я говорил бы про 35 минут и мы с вами бы сидели считали секунды которые остаются у команды но вот он вот он этот момент нет урона у мидера нет урона у адекере нет урона у топера он вроде есть весь понимаете но он весь в мидгейме как только стукает у нас пятый предмет все игроки получают и начинают выходить к шестому все закончился урон больше не чем пробивать оппонентов и дальше просто смотрим на то как оппоненты нас начинает побеждать очень мало времени у команды скт нужно стремиться победе ну я напоминаю что там есть свои еще конечно же исключение как я долго это слово вспоминал вы бы знали все словари пелопатил смотрели шерлока да я думаю все смотрели шерлока так вот я свою вот эту конуру залез в головную и начал сигнатурные слова искать под исключение и вспомнил эту дурацкую поговорку в русском языке которая есть но вы же знаете что в русском языке есть много правил и самое смешное в этих правилах всегда есть исключение у меня учительница по русскому языку всегда говорила что в к у каждого правила должно быть исключение именно таким образом я вспомнил это слово так вот и здесь а есть некоторые исключения у этого правила то что 35 минуты иногда не работает как стопроцентное поражение в основном это из-за плохих билдов все если вы делаете правильный билд то я не смотрел шерлока это важно хорошо хорошо супер ленин буду знать а тогда чертоги разума а я в свою конуру у меня не чертоги разума у меня конура ребят не мешайте так вот если плохие билды будут делать команда rockstigers понятное дело что им ничего уже не поможет но я думаю они не ошибутся у них будет тут и qss у саньона и кузан будет с баншой чтобы нельзя было в него ворваться остальным здесь в общем то ничего не надо нужно будет только ускорение прикупить либо линдорангу либо кей у то что без ускорения будет тяжело гоняться за командой скт они смогут кайтить потому что эзу вот здесь как раз таки может пригодиться тот самый гаунт лет он не нужен здесь для урона он здесь и не нужен для защиты казалось бы но нужен для кайта потому что ну кроме как через кайт не победить и у нас сразу же пауза произошла фейкер это была мини-пауза либо из-за плохих билдов либо из-за того что кто-то урвал трех интернет я но такие да такие темы еще тоже драконы если проперлась драконами и еще есть небольшое исключение почему 35 минута не срабатывает потому что есть у вас к 35 минуте преимущество по золоту и я уже говорил в среднем получается каждая тысяча золото преимущество к 35 минуте это примерно еще минута времени вы как у молодых девиц покупаете еще время посмотрим пока у нас равенство обворовывание идет любопытно тенденция мне это интересно ой-ой-ой-ой блэнк из темноты выходит кузан не знает что сейчас к нему идет к нему идет смерть это будет с флэша подкидывание от блэнка или как нет он просто прогоняет кузана идет на свой красный баф без остановки я хотел вот что сказать любопытно почти всегда вы можете заметить все инвейдят джарвана инвейдит его потому что на первом левеле джарван жутко слабый чемпион лесной и почти любой лесник его побеждает либо в равенстве либо побеждает а в данном случае заинвейдили роксов и кто-то скажет ну да наверное потому что из коты крутые они же экс-чемпионы мира теперь уже экс-чемпионы мира и вице-чемпионы мира этого года но нет ребят это произошло потому что зак еще слабее чем джарван если у джарвана все плохо на первом левеле то узака совсем все плохо на первом левеле ну и зак сейчас уже третий получил я вот не знаю шишку хотел так потратить или как вот так или иначе он смещается на ганг и унтара очень бит унтара не знает еще что на него будет прыгивать влетает в него mighty beer подкидывание не попадает но унтара потратил на это флеш любопытная факта самой нестабильная часто меняющаяся роль у скт это топ да кстати есть так задуматься так и есть на ботлейни еще саппорт если подумать тоже часто менялся но всегда побеждал вульф в итоге так менялся часто но он побеждал вульф то есть запасной всегда у них держался фейкер на мальзахаре да фейкер на мальзахаре с книжкой давайте пробежимся по мастеркам у нас книжка у орна а это интересно с книжкой то что играет орна такую версию я не рассматривал когда мы там играли с дома этими разными я им подсказки давал какие лучше всего руны взять на орна разные варианты я там рассматривал но вот именно книжку я даже не предполагал что действительно можно ее взять это получается ну чаще откат у тебя флеша ну а потом 3 телепорт меняешь вместо игна это мы вчера это видели но мы это видели в специфичном матчапе против и ла ой потому что и ла ой тебя запушивает тебе тяжело на линии бла-бла-бла а в этой игре у него легкая линия что-то у нас произошло у нас черная черный хомячок стал на топе там-то унтара стоит ребят то есть линия довольно легкая для для орна если что гнар почти ничего сделать не может вчера был орн с книжкой да 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 но это было против илюхи илюху он кстати победил с книжкой помните да ну то есть как победил он почти и убил в начале его загангали и дальше он уже фармится не мог это тот самый знаменитый топпер на топе подождите у нас здесь в рэвчик идиот линдоранг пытается вместе с майбером поймать унтара унтара помните он был без флэша ему уже отсюда никак не убежать слышать мантибер цепляет его но пока нечем добивать но добивает его все же линдоранг с флэша да это тот самый знаменитый паренек который установил анти рекорд ну по крайней мере на моих стримах не знаю можете какие-то трансляции пропустил но я такого еще никогда не видел чтобы 7 смертей было за 10 ну там 11 12 минут 10 игровых минут а если взять таймер который был во время игры тогда это было 12 минуты когда у него седьмая смерть произошла подряд 0 7 парень был это линдоранг и я тогда в шутку сказал что это видимо какая-то у него болезнь линдоранщина я тогда это назвал и самое смешное потом вечером у нас был европейский лсс либо на следующий день был европейский лсс и когда мы с вами смотрели там кто-то тоже начал фидонить ну так 02 стал за две минуты резко и мы начали думать сразу что блин а линдоранг то заразил воздушно-капельным путем другого топпер и линдоранщина вирус линдоранга продвигается же до европы добрался но нет там парень кстати после 02 вроде даже келет сделал больше не умирал это не был со мной я не помню если честно может суаз был но по-моему это только бачар тут кто-то из этих экс-хороших туплейнеров там кабачи кабачарт альфари вот кто-то такой был тут насколько ну уэза есть ротик он в него залез все нормально линдоранг кстати спускался вниз он думал в фейкер сделать и лин но фейкер говорит нормально у меня нет замены поэтому я могу себе позволить все что хочу поэтому я фармиться не буду пятьдесят девять у азира у меня 36 мне хватает на пивко хватает и нормально у нас ганка эти от бланка на бланк все еще пятый левел он ждет врыва кузана кузан уже седьмой левел и он ожидает что кузан сейчас делает улынчик но видите тот его не делает кстати я сказал что будет лава на меде стоять а в итоге видите у нас кузанчик встал ну ладно лава у них считается основным медлейнером теперь им они решили вернуться к старенькому я не думаю что если бы у роксов и микки остался то они бы были сейчас гораздо сильнее просто у них проблема то в других линиях ну а теперь уже другая история но в гвп не знаю это такой знаете детский ганг которому надо быть готовым конечно же другое дело что не ожидал кузан что джарван все еще сидит в этих кустах вы никуда не уходят у джарвана целый лес апнулся за это время фейкер ждет ульт что ли да 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 фейкер дождался нафармил на мана кристалл но он даже больше я сможет купить и реколец у нас фейкер майте беру на здесь набирает себе фармецовский power of маль захар но кто вообще-то забыл команде с к ты надо выигрывать за 35 минут эту игру иначе они проиграют потому что у них нет лейтгейма и здесь мой теперь сильно так поймал effort мог даже наверное как-то зацепиться за него игроков то не было рядом у роксов посмотрите вполне effort мог туда как-то ворваться с через флэш проглотить его и тому же с бы подбежал но мне кажется он это не начал делать потому что джарван даже в ту сторону не пошел а вот теперь у него проблема это минус флэш effort поймали он там барды пока расставлял назад решил вернуться но назад он пока возвращался тоже пробегал по ворду и тут же в нем сделал он и забрал флэш него там вроде трэш тоже был участвовало два игрока вот это пропало преимущество фарме но на самом деле не пропало мы там подсчитывали 17 крипов да ребят получается 17 крипов это примерно один килл но не забывайте разницу между если кто-то из вас скажет блин если отстаю на 17 крипов значит оппонент имеет преимущество надо мной как в килл то есть он уже идет 10 ай-яй-яй он не идет 10 ребят он над тобой имеет преимущество в один килл примерно 17 крипов линейных но если нормально тележку тоже ласхитить а не только задних крипов понятное дело а если все по дефолту делаете вот 17 крипов 3 вы его это по сути как раз это есть 300 золота так вот на к чему это ведом к тому что когда вы отдаете килл оппоненту вы увеличиваете не только его отрыв от вас вы увеличиваете его отрыв от всей вашей команды а если вы просто позволяет ему фармиться а сами не фармитесь вы единственное кто страдает не вся ваша команда страдает у вашей команды все хорошо потому что они тоже фармятся это я веду к тому мысль что почему есть вот фидинг а есть вот дебилинг просто есть люди которые считают что лучше типа сделаю килл на оппоненте но при этом не буду фармиться ну а потом еще отдам килл свой то есть в данном случае да у фейкера все уже стало на свои места но если мы пойдем по сулокушному допустим у тебя 50 фарма у него 90 ты решаешь сделать all-in all-in чтобы заработать как какие-то деньги ты сделал он убил его и тоже умер это такой но бред нормально я килл отыграл как бы я его убил раньше чем он меня даже учитывая что это стой по фарму ерунда нет ни ерунда ты только что только подарил ему 300 золота он еще дальше ушел от тебя и еще дальше от твоих союзников то есть ты только испортил всю ситуацию это вот дебилинг а фидинг это когда просто вы отдаетесь это не рассматривать опа у нас здесь интересный ганг давайте пойдем борьемся и сразу же телепортация будет ли она будет завершена прилетает у нас сюда фейкер но фейкер понимает что что-то он прилетел не туда куда хотелось бы дает у нуль тупо майте беру майте бер выживает потому что он фулл танк понятное дело и чудом каким-то effort выжил вау нормально 1-1 фейкер спас свою команду а у нас qss уже появился первый в игре это кузанчик его собрал чтобы ганг по нему сделать так нельзя было бланк тайный ол-ин час будет делать по кузану дает автоатаку и все тебе и ол-ин да что у нас вообще по фарму на линиях гнар немного наоборот выигрывает проигрывать немножко линда ранг и опять мы видим гаунт лет не ну не знаю я честно ну по-прежнему за то чтобы у него был первым предметом собран ультой будет давать подкидывание но он не убьет унтара у него мана нету линда ранга так вот первым предметом все равно собирать нинжа тапки и бисал маску и все никаких проблем зачем они гаунт лет делают причем это уже не первый орган который делает гаунт лет первым предметом и при этом тоже проигрывает линию по фарму а проигрывает потому что ему постоянно не хватает вот этого размена фейкер дает ульту но там клинс прожима ноке сэс извините прожимает у нас самый кузан сразу сюда прилетает со спины уже с кт-шный бот лэйн но пила не сделать не смогли выжил здесь кузан ульта уворачивается кузан молодец 11 счет но вышку попытается сломать кузанчик хочет конечно это все отпушить но нечем кузан единственный кто может наносить урон мой теперь тут подпрыгивает но чуть-чуть просто поближе подошел трэш дает автоатаку за лоски чуть через зеленый голдер вышка очень битая становится и следующий такой заход будет минус вышка уже для раксов на миде напоминаю что у скт сейчас преимущество у них преимущество на линиях у них преимущество в мидгейме будет и рак сам надо просто выжить если у них это получится все перевернется в более бодра игра но здесь пике позволяет быть более бодрой игрой всегда когда early game против late game играет всегда такая вот тема идет хотя блин я сейчас ошибся вспомнив вспомнил знаете сразу ребят на плей-офф матч чемпионата мира лангжу против команды samsung вы знаете что samsung победили в той серии 3-0 так вот три игры подряд команда лангжу пикала late game а samsung пикали early game и я помню чем это все заканчивалось тем что зачем-то каждую игру команда лангжу устраивала битвы на 16 минуте 5 на 5 когда их чемпионы наиболее уязвимы к этому сражению устраивали сражение умирали и потом удивлялись про себя наверно а как мы так проиграли игру потому что нефиг пикать late game и сражаться в этой стадии игры но траксы тоже решили по сражаться но они воспользовались тем что на боте час с должен был быть также туда и там кенч сместился не успел просто фейкер вернуться нормально на эту линию им они доломали вышку которая уже была очень сильно побита кузаном потому что кузан до этого и он бил постоянно чему к листу не забанили не знаю решили не банить из ктшники а может быть они и хотели получить этот матч апкалиста против трэша лишь у них там есть преимущество по фарма небольшое кстати обратите внимание к листа тоже играет с этой вдохновенной веткой вдохновение у нас получается у зака к листы трэша а с этой стороны только один игрок да с ним нет два ну 2 и смысле маль захарова на основу взял я про дополнительную опять же ветку говорю и в качестве основы взял еще маль захар ну очень распространена то есть это мы теперь убедились сколько уже команд мы с вами посмотрели вчера 4 сегодня 48 команд из корейского лцс и мы просмотрели и по моему только одна команда не предпочитает вот эту ветку в качестве основа либо дополнения брать а берут по стандарту то что в салу ку все еще популярно и пока в салу ку это еще обладает более высоким винрейтом но здесь ганка идет айфорта ловит через ульту к листа подходит уже блэнк и блэнк готовится здесь давать битву но его w только лишь замедляет а спасти она там кенча не смогла там кенч кстати экзот не прожил поднял сегодня 3к на африке ну надеюсь ты в евро ставил короче с хитростью так или иначе 8 человек она не хитрость она вдохновение к черту хитрость там у нас почему-то люди переводят ее как хитрость симулятор бизнеса в лцс до в лцк симулятор бизнеса именно он меня интересует быстрее бы европу америку посмотреть потому что как они на это отреагируют потому что я уже рассказывал ребята из америки и европы чаще всего вот overpower это с улакушными такими пользуются они понятное дело тоже следят за кореи следят за китаем как у них там метод строится но от них я ожидаю то что наибольший винрейт имеет то и будет брать то есть с будет в перма пике вообще без обсуждений с в каждой игре будет здесь в корее с либо не банился либо не брался вот первый раз его только вообще мы увидели за эти дни а нет еще раз был тоже с гаунтлитом все вспомнил еще один с был тоже с гаунтлитом хитрость да это евреи придумали просто это же ветка называется вдохновение но она с точки зрения того что в ней вложена она полностью экономическая то есть вы можете сэкономить денег либо прирост по деньгам получить себе она вся вот к этому относится ну кроме главных пунктов главные пункти пункты это уже другая история почему изик в мету вошел из-за клиптомания он играет через клиптоманию за счет этого он постоянно зарабатывает золото и у него же кушка прокает он хит эффект и твоя же кушка считается соответственно автоатакой поэтому каждый раз когда ты попадаешь кушкой ты зарабатываешь деньги через клиптомань сию из-за этого ты в мидгейме становишься еще более сильнее чем ты был обычная форта в очередной раз ловит опять хук опять подкидывание от мантибера где-то это мы с вами уже видели опять подходит бланк и опять бланк прожимает только лишь даблью копипаст ну посмотрим будет ли третий раз такая же ситуация когда саньона ульта откатится и на расстоянии брошенные ульты на калиста окажется там кенч произойдет ли это снова тем временем на миде у нас что на морелка против на шорт гуса на топе black cleaver вот с выходом гаунт лет с выходом в как раз адаптивный что оговорился а без алмазку на боте единственная в боттер пошла все же калиста линдоранга здесь вышку могут сломать он подкидывание дает по унтаре но унтара с красным бафом в этот момент когда заг дел ганг на боте мы пропустили с вами как гнар забрал красный баф у него какой винрейт у жабы 0 процентов ну кстати вчера она выиграла один раз сегодня два раза уже проиграла и вроде еще вчера тоже проиграла он короче где-то в районе 20-30 процентов пока что но это рано еще судить дистанция не такая большая и если в этой игре хотя бы у него нормальный должен был быть матчап действительно effort не доигрывает где-то очевидно это должно быть что не доигрывает то в других матчах он тупо в контур пик попадал там тяжело против него браум тарик это все неприятные линии но если тарик это хотя бы равная линия то браум колоссальную доминацию имеет на там кенчем вульф составе да ребят он никуда не делся вульф составе просто не в качестве основного игрока сегодня он вышел на встречу в качестве запасного если вы плохо помните команду скт в прошлом сплите ну и году соответственно тоже они также имели запасных только там был у них джанглер и топпер и они их каждую игру меняли там комбинации выстраивали в общем кома будет придумывать каждый раз игроков нет в этом ничего такого нового уже к этому все привыкли так что я не удивлен что effort в основе вышел но что-то зеваканье начинается ребят давайте поактивнее поактивнее как-то действуем ульта уже у калиста откатилась пора повторить трюк но не бояться повторить трюк потому что маль захар куда-то делся вот он сейчас показался только на вардах а так они реально думали что он уже на боте где-то тузе ну и плюс у маль за есть телепорт я так понимаю он сможет его юзануть сейчас у него там гост нарисован но этот реплей не обращайте внимание если чек с книжкой играет там возможно вообще неправильно им сам у них спела пишутся что у нас по драконом пиджак был первый дракон 2 дракона пока нет все это невыгодно команде skt да мы знаем с вами что они организовали супер камбэк против эдвард геймингов на чемпионате мира даже тоже не обладая супер камбэк с этапами но все но смогли также мы знаем что они умеют играть в лейт-гейме потому что весь прошлый сплит они играли именно вот такой такие встречи где они хотят добраться до лейта и выиграть один какой-то тимфайт там к сороковой минуте но здесь у них слишком плохой пик бы сражаться чуть джарван у них пошел full танк он причем он пошел не просто full танка ребята он все джуане пошел играть вармок собрал у нее даже нет скейла от хп никакого и но собрал зато вармок странный конечно выбора простую сиджуане кто не знает у нее wsk лица от количества хп и есть у нее встраиваемая пассивка я не помню как она называется охлаждение ли как-то так вне битвы у сиджуане она включается и когда посиджуане дают первую автоатаку она еще держится две секунды эти две секунды у нее будет дополнительный армор дополнительный магресс и и полный иммунитет к замедлению соответственно получается что сиджуане как раз очень выгодно с вармоком ходить на что первый харасс от оппонентов она будет получать с дополнительным армором и хрен ты ей что-либо сделаешь а здесь же джарван странный попытка неплохая здесь у нас от кея но чувствуется что его учитель был yellow star и все сработало именно так как надо окей хотел сделать flash ешку на джарван в этот момент дал свою комбу на аут и не успел просто кей зацепиться за него ну хоть что-то попытался сделать остальные вообще ничего не делают пока просто ходят чувствуется даже английские комментаторы уже подустали но сегодня да у нас три первых игры были за 40 минут все три были за 40 плюс много болтовни вне игры еще было вынуждены из-за паузы обычно в это время ребят уже заканчивается второе best of 3 в корее а корейцы играет медленнее чем конечно же европейцы и американцы европейцы правда я зря сказал европейцы как раз играть примерно также по времени как и корейцы но европейцев меньше киллов обычно бывает а вот американцы одна из самых быстрых лиг ну посмотрим как какие данные нам расскажут потом riot в начале сезона по 2017 сезона они дадут нам данных больше как раз все это было собрано ну и посмотрим на этот сезон насколько будет европейцы с американцами быстрыми или медленными минус дракон для команды rocks этот дракон ушел волосатый в руки команды как раз таки skt он тара здесь небольшая проблема у него дают по нему подкидывание дают по нему ульту и ракцы хотели было начать на шора но поняли что никто не идет помогать унтарой унтара один на один сражается не попадает он ультой но зато попадает станом попадает камнями какая-то такая сверх скилловая игра у них образовалась у двух этих топ-плейнеров чуть-чуть говорят не хватило чтобы он остался внутри ульты рановато выскочил диску за она ловит он продает ульту выкидывает джарвана но там была стеночка и джарван не прилетел далеко цепляются за кузанчика но май тибир дается по ним стяжку попадает в ульту маль захара трэш дает щиточек ешка классно откидывает джарвана джарван попытались убить но тут же проглот идет от эфорта да ребят никто не умер перерыв перерыв я имею ввиду в битвах подожди кстати смотрел apple там в рн g узи почему-то не играл это замена была или на совсем ушел куда-то я смотрел не все вот первый день я смотрел в понедельник вчера не смотрел потому что мы стримили сегодня тоже не смотрел а сейчас идет кто не знает лпл на другом канале не смотрю потому что тоже стримлю но результаты поглядываю так вот и в рн g ну официальные скажу данные у них есть 2 просто адекере и они решили его попробовать это е4 е4 помните y4 такой ник у парня вот они его выпускают час на первую встречу выпустили в основе узи никуда не ушел но есть неофициальные данные на это шуточные тут у нас ловят линдоранга к сожалению он умер через ульту там кенч притащила эза и том кенч такси привезла эзу келец но так шуточная тема кто не знает у них же тоже есть свой слоган слоган я точно сказать не смогу сейчас как он на китайском звучал ну соответственно как он на русском звучит на китайском что было написано но и был в этом ролике игроков лучших из каждой команды они там свои речевки закидывали и узи произнес финальную речевку там у них ролик такой надо все по порядку рассказать было ролик начинается с того что показывают челленджер уточним просто сулоку потом показывают челленджер игроков каких-то китайских а потом начинает эти профессионалы китайских матчей подождите у нас здесь убивают киа и хороший товар дайв может быть цепляется за майте биро убивает его он дает ульту но кидается куда-то вообще не в ту сторону надо было конечно же ближе к саньону прыгать а так ты просто умрешь и отдадите вы скорее всего на шора на этом надо идти на шора быть не нужна вам эта вышка из котешники но они считают что не стоит рисковать можно устроить здесь битву 5 в 3 а потом пойти только на на шора так можно на шор уже не успеть вот она да вот она игра лига легенды пойдут на нашу рада пойдут на на шора вот и ракса мешать этому процессу но должны обязаны не другого момента 3 28 минут он как обычно после 25 начинает что-то корейцы играть и до этого с 5 линдоран смещается у него нет флэша есть w но он ешку дал не туда и поэтому они просто забили на это и ушли на шор уходит команде с к т классно играет конечно bank я бы дал однозначно ему mvp уже этой игры хоть тут и умаль захара классные тоже ульты все вовремя фейкер жмет все как положено но вот именно скиллшоты и выиграть линию против калисты это дорогого стоит честно мне bank очень нравится как играет он еще давление оказывает своими ультами постоянно на противника зазевался и ты уже умер читай или у тебя уже забрали рапторов красный-синий бак ну так вот ролик китайский пока там из ктшники еще не собрались для жесткого пуша сначала там типа в ролике с улоку игроков показывают потом челленджер потом этих профессионалов лучших и профессионалы в последовательности были расставлены кто не знает в китае сейчас 14 команд поэтому 14 лучших игроков фразу какую-то говорят и последний игрок в это узи и он свою фразу говорит если хочешь победить меня просто приди на типа в лпл иди в лпл и победи меня ну и люди начали стебаться нарядить и писать что а узи молодец он такие заявы кидает мол идешь в лпл и у тебя появляется шанс стать звездой просто победив узи а узи хоп взял и сдриснул сразу все приходите на лпл победите ко меня ой извините я как фишер в шахматах больше играть не буду за чемпионский титул да не не он на самом деле все еще в команде все нормально просто стандартные замены ну а так там у них более пафосный ролик чем у корейцев но вообще у китайцев всегда был более пафосный ролик хороший врыв здесь идет проглот заглот но ульта вроде должна была зацепить эфорта странно эфорт вылетел не понял подкидывание попадает от линдоранга еще раз цепляется за эфорта но наверно в этот раз он же не уйдет хотя джарван дает подкидывание но линдоранг добирается убивает а унтара становится мегагнаром но нет здесь маль захар чека где он зачем стали брать на мид саппортовскую заточку неужели она так много дает но мы уже рассказывали это откат кдр очень высокий и ты никогда линию свою не проиграешь потому что у тебя вначале будет двойной телепорт ты чаще сможешь просто пользоваться им чем обычно и понятное дело а ты про эту зато я понял про заточку какую я думал за . ты извините неправильно понял вопрос я думал он про за . говорит про книжку а он про за . вот эту вот штучку я не нашел ответ на этот вопрос это корейцы они думают как-то по-своему я абсолютно уверен что ни один европеец если пойдет на мид они пойдут на мид с книжкой ни один из них не возьмет заточку и в перерыве с вами посмотрел все что делает эта штука она позволяет вам заласхитить крипа до заласхитить крипа и потом по этому типу крипов вы будете наносить на 4 процента больше урона так как вы ее можете использовать 6 раз кто-то мог бы подумать ну это ж круто а 4 процента плюс еще 4 процента да но только к сожалению ее можно использовать один раз против одного типа юнитов против второго типа юнитов тоже будет 4 процента а если против одного и того же допустим против тележки вы постоянно ей пользуетесь сначала будет 4 процента потом 5 потом 6 7 8 максимум в общем 9 процентов 9 процентов дополнительного урона по крепам одного типа только чушь какая-то я абсолютно уверен ни один игрок и и не возьмет из европы просто они головой думают никто не понимает в той же ветки лежит фьючер маркет который фактически вам дает от 300 до 600 золота в любой момент вы можете потратить правда потом вернуть придется 50 либо дает сразу вам 350 золота правда они появятся предмет появится за 350 золота у вас только на десятой минуте скилы не делается ты опять не по зачем это за . сказал это же другое это же frost frost queen называется предмет заморозка если ты про гусей говорил то гуси они деньги дают эта экономика тебе постоянно идет прирост по деньгам ты можешь дизингейджить это как раз для сплит пушащих чемпионов шикарно подходит вообще первый кто начал использовать вот этот предмет в качестве основного это было арии кто не помнит арии была первым чемпионом это произошло в америке по моему не помню кто на арии был может быть даже хухи но не до этого сначала давайте посмотрим что здесь происходит на слове трэша трэша тут же вытаскивает количество на своей ульте но мази на ульту на количество обменяли нормально не так я не не устал там люди задают вопрос как-то кривовато какая нахер за . эта штука не называется за . вы чего я подумал за . это он имеет ввиду этот терминатор дематерализатор или как-то так он называется в английской версии в русской не знаю как он называется вот я и подумал что может он в русской за . называется куда я знаю как там они криво опять перевели название предмета а это это вообще гуси простонародье либо синий голдер как я его называю золото дает ну так вот первый его кто-то из американцев сделал на арии и в чем была суть арии обладает эскейпами у нее есть ульта для эскейпа но она их использовала для того чтобы сначала на линии себя чувствовать превосходно потому что у нее есть есть постоянных раз по оппоненту через ее же кушку соответственно золото дополнительное зарабатывает а потом когда она ушла со своим телепортом на боковую линию каждый раз когда хоть какая-то беда она чувствовала может произойти она нажимала просто гусей они летели останавливали любой врыв нее она спокойно убегала и никаких проблем ну и та штука тоже не называется за . ну так я же говорю я не знаю как она в русской называется я ее даже не знаю как она в английской называется не говоря о русской версии вот в чем прикол она там и демоторолизатор как-то так дед где короче уничтожитель должен где-то в русской версии а-ля не уничтожитель называться по 3 сейчас до было три но она какой-то медленная 44 у нас счет это по-моему вообще самый медленный lcs который пока я я видел вот за сегодняшний день по крайней мере так складывается впечатление вчера вроде бы пободрее ребята играли хоть тоже было были игры все там почти за 40 минут там 38 минут 41 потом 35 и 29 по-моему такие таймеры вчерашних игр были но киллы вроде были сегодня же вообще ничего нет такого зато у нас на шор есть война выигрывает смайт войну калиста это дико легко конечно же делается пошла линдоранговская ульта а линдоранг пожертвует собой ради того чтобы команда убежала но бэнки единственный кто все видит он не отпускает врагов кидается кушка не попадает кузан кузан выживает пытается убежать если у линдоранга ульта нет ее к сожалению но это будет минус вышка на топе скорее всего плюс игрок нет вышку на топе не пошел никто убивать решили дракона сместиться команда скт но и дракона они тоже уже не успеют просто потеряли на шора быстро очень роксы туда сметнулись время вы видите уже 37 минута здесь вообще можно на разобирать за секунды и так и произошло они просто встали рядом с нашором и решили в него ворваться и скоты были прям вплотную с ними то не смогли даже помешать этому процессу притязание ледяной королевы вот как он называется в английской в русской версии а тот детермины этот вот детерминизатор сложное слово ловит здесь зако маль захар своей ультой будет ли но блэнк у нас делать врыв блэнк пока так и не потратил комбу вытаскивают зако у закона поминаю есть вармог поэтому себя чувствует прекрасно прилетает сюда линдоранг на прикрытие на всякий случай ну и у зака сейчас просто пойдет адовая регенерация за счет вармога он может никуда не реколится соответственно дракона не сможет начинать делать команда скт он посмотрите у май тибера пошла регенерация гляньте на эти цифры там по плюс 85 идет это у него еще не лучшие предметы я там со спирит визажом когда ты играешь хотя вроде этого у него не было до спирит визажа честно но да кстати у него глупость получилось он купил себе ладно сейчас давайте посмотрим сражение потом будем по предметам говорить начали делать резко команда rocks дракона команда скт конечно же не хотят также его проиграть как и проиграли на шора поэтому они тут же готовы тупо ворваться но ворваться пока не получается джарван делает врыв кей окей вытаскивает своего игрока из беды но зака все равно ловит а азир откидывает всех игроков на шор вы извините дракон переключается на кучу игроков команды скт и проигрывают ракса это сражение все же много они урона на получали хотя саньон все еще жив он может покайтить но не тут покайтит него прыгивает эфорта дает по нему замедление под экзостом уже не попрыгаешь все еще жив у нас линдоранг но недолго и команда скт выигрывает тимфайт на 40 минуте как мы с вами об этом и говорили но в данном случае команда скт к 35 минуте имели преимущество по золоту почти 8000 и время надо было увеличить еще на 8 минут помните про это говорил 35 минута плюс 8000 значит надо было 8 минут еще примерно добавить это вот как раз 42 43 минута не дотянули раксы немножко а я вот хочу сейчас про предмет вот как раз поговорить у нас здесь ошибка у майти бира он зачем-то гаргулю собрал я до сих пор не понимаю зачем локет очевидно надо было делать либо найт вов а он рыцарскую клятву проигнорировал купил себе гаргулю ну идея видимо заключается в том чтобы маль захара динает своей гаргулей но ты не можешь поражать гаргулю когда в тебя ультует маль захар вот в чем проблема если ты собрал спирит визаж тебе вообще было плевать на ульту маль захара он без войт стаффа тебе бы 0 урона наносила у него все еще нет войт стаффа у фейкера обратите внимание а у него нет войт стаффа потому что его задача здесь не нанести максимальный урон по танкам а просто зацешить их то есть не дать им ничего делать а раксы без ингибитора остались на миде и вообще почти без базы там еще и вторая вышка упала у этого базы а патч кто не знает 8 и 1 вон снизу написано матч 4 игра 1 патч версия 8.1 9 4 счета скаты лидируют их готовы на забрать себе элдер дрейка мне тут оговорился сказал что на шор но это конечно же элдер дрейк и посмотрим как с этим элдер дрейком они будут подпушивать ну наверное по бут-лейну можно будет пойти время еще как бы работает на роксов то есть если игра еще больше будет затягиваться все станет на свои места но смотрите две с половиной отставания топера минус полторы тысячи отставания джанглера я не успел вот посмотреть мидеров но минус полторы тысячи отставания еще адекере увидел а это на самом деле предмет предмет пол предмета и вот она и тук а сейчас еще и дракон бафон двойной двойная скорость передвижения главное что там двойной прок с каждого спела который с попадет но банк тут вообще однозначно конечно mvp он чувствует себя прекрасно темнота друг молодежи точнее друг роксов они не готовы были к этому всему около 3к у мидера было отставание ну тогда вообще жесть но по предметам там видно еще знаете в чем проблема да вот он нам показывают у саппортов кстати равенство то есть это не глобал золото решает это именно фарминг зарешал по саппортам потому что мы могли увидеть с вами что отставание кей всего лишь 400 золота ну кей у него чуть больше фарма но зато у него нет ассистов и нет киллов то на той там и получается сколько он там фарма заработал потерянные килл и ассисты ну 400 золота это дополнение с глобал объектов ну а что касается фарма можете видеть только с проигрывает по фарму но это скриптом а не играет и у него уже фулл билд калиста правда только что тоже добралась до фулл билда вот с последнего бека она его получила а вот азир все еще не фулл билд и он вообще ни в чем не поучаствовал так вот я хотел сказать то что мальзахар провоцирует человека покупать киесес и если этот человек не грейдит киесес во что-то вот как к листа сделала то это слот занятый проблема не только то что вармога до формуга это рободона до сих пор нет то что у зана еще и слот будет занять теперь постоянно ну смотрите 43 минута скт довели до 10000 преимущество с твоего но уже декере и топперы на шести предметах ай ну 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 что за детский уайпу детский не детский а бэнк просто красавчик мвп и не спорим тем временем мунтара тут с линдорангом сооружается линдоранг кстати жестко его победил но к сожалению для него у них нет азира и его сейчас просто поймает и заберет джарван не может дать ульту потому что у нее до этого тратил нам не показали куда именно но зато сейчас он сможет дать комбо он дает ее добивание обычный выброс произошел соло кушный где вне позиции после там 35 минуты это для соло ку на эл цейс это после 40 минуты попался ваш соло керри соларин имеется ввиду который должен наносить очень много урона и попался под оппонента соло керри но тот был там не один джарван ультанул в азира же не такой там азира уже умер же перед ультой уже я ульту то дальше не посмотрел на мини карту сразу посмотрел по привычке я когда убивали они азира я сразу же на мини карту смотрел кто прибежит поэтому не посмотрел ученики или крита идут по чатику неся его учения в массы не понял причем здесь это мученик или крита ну что ж скучновато все равно скучновато идет хоть бодрячком они стартанули но мидгейм был скучно и в лейте ни одного тимфайта один зовут дракона был и потом просто ловля наживца идем на перерыв ребят возможно будет 20 и очень похоже на то что будет 20 рок сам надо срочно что-то менять именно вот сейчас в этом перерыве